Беседа 25, 791, Римлян 14, 1. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Знаю, что слова эти многим трудны для понимания, потому прежде всего необходимо изложить содержание всего этого места и сказать, что апостол желал исправить, когда писал об этом. Итак, что же он хотел исправить? Были многие из уверовавших иудеев, которые, имея совесть, связаны с законом, и по принятию веры наблюдали строгую разборчивость в пище, еще не осмеливаясь совершенно отступить от закона. Затем, воздерживаясь только от свиного мяса, они, чтобы не подпасть нареканию, стали потом воздерживать и от всего мясного, и ели одни только овощи, с таким расчетом, чтобы происходящее оказалось соблюдением поста, а не закона. С другой стороны, были и более совершенные в вере, которые сами, нисколько не соблюдая подобной разборчивости в пище, отягощали и огорчали соблюдающих ее своими укоризнами и обличениями, ввергая их в уныние. Потому блаженный Павел опасался, чтобы они, имея намерение исправить неважный недостаток, не испортили всего, желая отклонить немощных в вере от разборчивости в пище, не довели их до отпадения от веры, и, стараясь прежде времени все возвести к совершенству, не нанесли бы им вреда настоящему их благу, а непрестанными своими укоризнами не поколебали бы их в исповедании Христовым. Так что после этого нельзя было бы исправить ни того, ни другого. Смотри же, как благоразумно действует апостол, и как со свойственной ему мудростью он заботился о пользе той и другой стороны. Он не решается сказать укоряющим, «Вы делайте худо», чтобы не утвердить других в разборчивости. А равный не говорит, «Хорошо вы делаете», чтобы они не стали нападать еще сильнее. Но употребляется размерное запрещение. По-видимому, он укоряет в сильнейшую сторону, однако же его укоризнность падает и на противную сторону. Это самый легкий способ исправления, когда, обращая слово к одному, наносишь удар и другому. Тогда тому, кому делается запрещение, не дается повода сердиться, и в него неприметным образом вливается врачество исправления. Заметь же, как благоразумно и благовременно апостол делает это. Сказав, «И не творите похоть и плоти», переходит вдруг к настоящей речи, чтобы нельзя было подумать, что он говорит в пользу тех, которые запрещали разборчивость и советовали есть все. Слабую сторону всегда надо больше беречь. Почему и апостол обращается прямо к сильнейшей стороне и говорит «немощного, изнемогающего в вере». Видишь ли, что нанесен уже один удар наблюдающему разборчивость. Назвал его изнемогающим, апостол показывает, что он болен. Потом наносит другой удар, сказав «принимайте». Этим он опять показывает, что он нуждается в большой заботливости, что также служит признаком крайней болезни. Без споров о мнениях. Вот он нанес третий удар. Этими словами он показывает, что грех его настолько велик, что возбуждает сомнения даже в тех, которые, хотя сами не участвуют в этом грехе, однако же соединены узами дружбы с совершающими его и заботятся о его урочевании. Примечаешь ли, как, по-видимому, он говорит одним, а затем незаметно и слегка упрекает и других. После того, сравнивая тех и других, одних хвалит, а других обличает. Именно он так говорит. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Порицает немощью в вере. Потом, после того, как нанес весьма сильный удар, снова ободряет немощного, говоря так. Идущий, да не укоряет ни идущего. Не сказал, позволяй так делать. Или порицай, или не побуждай к исправлению. Но не укоряй, не презирай. Показывая, что они не идущие. Совершали дело, достойное большого смеха. Но о том, кто верует, что можно есть все, апостол выразился иначе. Как же? И тот, кто ест, не уничижай того, кто не ест. Как более совершенные унижали не идущих, считая их маловерными, неистинными христианами, носящими внутри себя скрытый недуг и придерживающимися еще иудейства. Так последние осуждали первых, считая их нарушителями закона или даже предающимися объединению, так как многие из них были, вероятно, обращены из язычества. Потому апостол и присовокупляет, ибо Бог принял его. Но он не сказал этого ей о не идущем. Хотя унижать, по-видимому, следовало бы идущего, как маловерного. Апостол же сказал наоборот, показывая этим, что идущий не только не заслуживает уничижения, но и сам может уничижать других. Но сам апостол не осуждает ли идущего, спросишь ты, нисколько потому и присовокупляет, ибо Бог принял его. Итак, зачем ты говоришь о законе ему, как преступнику? Бог принял его, то есть явил в нем неизреченную благодать свою, и освободил его от всякой вины. Потом апостол снова обращает речь к твердому в вере. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Отсюда видно, что и твердые в вере не только уничижали, но и осуждали слабых. 793. Вот опять новый удар. Упрек обращен, по-видимому, на сильного, но касается слабого. Когда апостол говорит, встанет же, показывает, что он еще колеблется. Требует большого внимания и такого попечения, что для его врачевания нужно призвать на помощь Бога, ибо силен Бог поставить его. Продолжает он. Так, говорится, о людях весьма безнадежных. Но чтобы ты в нем не отчаивался, апостол, несмотря на слабость, называет его Божьим рабом. Говоря, а ты что, что судишь чужого раба? Между тем и здесь опять незаметно наносит удар слабому. Я приказываю тебе не судить его не потому, что действия его не заслуживают осуждения, но потому, что он чужой раб. То есть не твой, а Божий. Потом снова ободряя его, не говорит, падает. Но как? Стоит или падает. Если случится с ним то или другое, все это зависит от Господа. Если он падет, ущерб для Бога. А равно если стоит приобретение для Бога же. Впрочем, такое равнодушие было бы совершенно недостойно попечительности приличной христианам, если бы мы опять не стали обращать внимание на цель Павла, который хочет, чтобы слабые в вере не делали укоризм прежде времени. Но, как я всегда говорил, необходимо принимать во внимание расположение, с каким что-либо говорится, сущность предмета, о котором говорится, и то, что старается исправить ведущий речь. Апостол, сказавший это, пристыдил укоряющего не без основания. Если Бог, рассуждает Павел, подвергаясь ущербу, пока не делает ничего, то не бессвременно ли действуешь ты, и не выходишь ли из границ, мучая и беспокоя слабого в вере брата. Иной отвечает день это дня, а другой судит о всяком дне равна. Всякий поступает под уставирением своего ума. Здесь, как думаю, апостол слегка намекает и на пост. Естественно, что некоторые из постившихся постоянно осуждали непостившихся. Или, может быть, и между разборщими в пищи были такие, которые в известные дни наблюдали эту разборчивость, а в другие нет, почему посол и сказал. Каждый же своей мыслью испытывает. Этим он избавил разборчивых от страха, назвав их действия безразличным. А у тех, которые слишком много нападали на них, он отнял повод к укоризнам, вразумив их, что не следует с таким большим усердием постоянно беспокоить людей за их разборчивость. И не нужна такая ревность не по свойству самого дела, но по соображению времени, потому что укоряемые ими были еще новыми в вере. В послании к колосянам он запрещает это весьма строго, говоря, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас философией, по преданию человеческому, по стихе мира, а не по Христу. И еще, чтобы никто не осуждал вас за едение или пищу. И в послании к галатам он со всей строгостью требует от них высшего рассуждения и совершенства в этом отношении. Но здесь он не прибегает к такой настойчивости, так как вера еще недавно была наслаждена у римлян. А потому мы не должны на всех распространять слова апостола, что каждый поступает по удостоверению своего ума. Так, когда идет речь об учении, послушай, как он говорит. «Если бы кто благовествовал вам иное, хотя бы то был ангел, да будет анафема». И в другом месте. «Боюсь, чтобы как змей хитростью привестил еду, так ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И в послании к филипийцам пишет «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Но в римлянах еще рано было исправлять это, и потому он сказал «Всякий, поступая под удостоверение своего ума, так как речь шла и о посте, то, не излагая гордость одних и изгоняя страх других, он присовокупил следующее «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает, кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест, и благодарит Бога». Опять он касается здесь того же самого. Смысл же слов его следующий. Сущность не во временных делах, есть или не есть. Спрашивается только для Бога ли делает тот и другой, благодарением ли оканчивает оба. Ведь и тот, и другой благодарят Бога. А если благодарят оба, то различие невелико. Заметь же, как и здесь апостол скрытным образом наносит удар придерживающимся иудейства. Если главное состоит в том, чтобы благодарить, то ясно, что благодарит тот, кто ест, а не тот, кто не ест. Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? То же самое подтвердил Павел в послании к Галатам. Если законом оправдание, то вы отпали от благодати. Впрочем, он здесь не раскрывает этой мысли, а только намекает на нее, потому что еще было не время, но пока терпит и тех, которые придерживались закона, а яснея раскрывает это в последующих словах, говоря, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни». Действительно, тот, кто живет для закона, может лежить для Христа. Впрочем, в этих словах апостол не одно только это рассматривает, но и удерживает твердых верей от поспешности в исправлении слабых и убеждает их быть терпеливыми, доказывая, что Бог не может презреть немощных, но в надлежащее время исправит их. 795. Что же это значит? Никто не живет для себя. Мы не свободны. Мы имеем над собой владыку, который хочет, чтобы мы были живы и не желает нашей смерти, и для которого наша жизнь или смерть важнее, чем для нас самих. Этим апостол показывает, что Бог заботится о нас больше, нежели мы сами, что Он жизнь нашу почитает для себя приобретением, а смерть – потерей. Если мы умираем, то умираем не только для себя, но и для Господа. Под смертью же, разумеется, здесь апостол – смерть духовную, состоящую в отпадении от веры. Что Бог писется о нас, в этом достаточно нас убеждает и то, что мы для Него живем и для Него умираем. Однако апостол не удовольствовался этим, но присовокупляет еще новое подтверждение, говоря, живем ли и умираем ли всегда Господни. Здесь он от смерти духовной переходит к смерти естественной, чтобы речь Его не показалась жестокою и представляет новый, самый важный признак Божия о нас промышления. Какой же именно? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Таким образом, и это должно удостоверить тебя в том, что Господь всегда печется о нашем спасении, исправлении. Если бы Он столько не промышлял о нас, то какая была бы нужда в домостроительстве? Тот, кто употребил для усвоения нас в себе столько попечения, что принял на себя зрак раба и умер, пренебрежет ли тобой и после совершения этого? Невозможно это! Невозможно! Он не захочет, чтобы погибло столь великое дело, ибо на сие, говорит апостол, и умер. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, такой-то человек не согласится бросить своего раба, потому что бережет собственное стяжание. Но не так мы любим деньги, как Бог наше спасение. Он дал за нас не деньги, а свою кровь, и потому не может оставить тех, за которых дал столь великую цену. Заметь, так же, как апостол показывает, и неизреченное могущество Божие. Ибо Христос для того и умер, и воскрес. Я жил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Видишь ли, как сильно его владычество, видишь ли, как непреоборима его крепость, и как всеобъемлюсь его промысел. Не говори мне о живых, рассуждает апостол. Бог промышляет и об умерших. А если промышляет об умерших, то ясно, что так же и о живых. Он ничего не оставил вне своего владычества, но на людей приобрел еще большие права, чтобы промышлять о нас больше, чем о всем прочем. Человек платит деньги за раба, и потому тщательно бережет его. А Бог заплатил смертью, и, конечно, не может считать маловажным спасения того, кого он купил столь великою ценою, и приобрел во владение с таким усердием и усилием. А все это апостол говорит с целью пристыдить иудействующего христианина, и убедить его, чтобы он помнил о величии благодеяния, потому что он был мертв и ожил, потому что он не получил никакой пользы от закона, и было бы с его стороны крайняя неблагодарность, если бы он оставив того, кто явил ему столько милости, прибег бы снова к закону. И так достаточно упрекнув его, апостол снова ободряет его, говоря, «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Здесь, по-видимому, апостол уравнивает обоих, но однако полагает между ними большое различие. Он прекращает их споры, прежде всего наименованием брата, а потом напоминанием о страшном дне суда, так как сказавши, что унижаешь брата, приусокупил, все мы предстанем на суд Христов. И говоря это, он, по-видимому, опять делает упрек более совершенному, но на самом деле старается потрясти дух иудействующего христианина, не только посрамляя его напоминанием об оказанном ему благодеянии, но и устрашая будущим наказанием. Всем, говорит нам, должно предстать на судилище Христова. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Видишь ли, как Павел опять потрясает дух одного, нанося удар по-видимому другому. Слова его значат тоже, как если бы он сказал, «О чем ты заботишься?» Ведь не ты будешь наказан за него. Он не высказал этого прямо, но это именно разумел, только выразил гораздо легче. Апостол привел та же слова пророка, который свидетельствует о всеобщем повиновении Богу, о повиновении безусловно всех, живших в Ветхом Завете, и вообще всех без исключения. Не просто сказано, «Всякий поклонится, но исповедуется», то есть даст отчет в том, что сделал. 797. «Итак, представляя себе общего владыку, сидящего на престоле, будь внимателен к себе, не раздирай и не разделяй церкви, отторгаясь от благодати и возвращаясь к закону, так как и закон принадлежит ему». И что говорит закон? «Ему принадлежат все жившие и в законе, и до закона. И не закон потребует у тебя отчета, а Христос, как у тебя, так и у всего человеческого рода». Видишь ли, как апостол освободил немощного в вере от страха закона, по тому, чтобы не показалось, что он говорит об этом с намерением устрашить немощных, но что он перешел к этому по связи речи, апостол продолжает рассуждать о том же предмете, говоря, «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Это к одному относится не больше, чем и к другому, а потому может быть приложимо к обоим и к совершенному, который соблазняется разборчивостью в пище, и к несовершенному, для которого служат преткновениям слишком резкие укоризмы. Смотри же, какому мы подвергнемся наказанию, если просто соблазняем ближних? Если здесь, где вся ошибка состояла в неблаговременности упреков, апостол воспрещает их, чтобы не соблазнялся и не притыкался брат, то чего будем достойны мы, когда соблазняем брата, совсем не имея намерения исправить его? Если не сохранить, есть преступление, как это видно на примере закопавшего в землю талант, то чего не навлечем мы на себя, соблазняя другого? Ты скажешь, что же мне делать, если он соблазняется сам по себе, будучи слаб? Потому-то самому тебе и следовало бы переносить все. Если бы он был крепок, то и не имел бы нужды в такой попечительности. А теперь, так как он еще очень слаб, силу этого и нуждается в большой заботе. Итак, представим ему это и станем поддерживать его во всех случаях. Ведь мы дадим ответ не за свои только грехи, но и за все то, в чем мы служили соблазнен для других. А если трудно отвечать и за свои грехи, то как мы спасемся, когда на нас будет возложена и эта ответственность? Не будем же считать для себя извинением того, что найдем сообщников в наших грехах, так как от этого увеличится только наше наказание. Так и змей наказан с рожей жены, а жена больше мужа. И Изавель понесла более тяжкое наказание, чем Ахав, отнявший виноградник, потому что она была главной виновницей этой несправедливости и вела в соблазн царя. И ты, если сделаешься виновником гибели других, подвергнешься более тяжкому наказанию, чем доведенное тобой до падения. Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других, почему апостол и говорит, не только делают это, но и делающих одобряют. Таким образом, когда мы видим, что другие грешат, не только не станем побуждать их ко греху, но постараемся извлечь из бездны порока, чтобы за гибель других нам самим не подвергнуться наказанию, будем непрестанно помнить о страшном суде, об огненной реке, о неразрешимых узах, о непроницаемом мраке, о скрежете зубов и ядовитом черви. Но Бог человека любив, говоришь ты. Значит, по-твоему, все это одни слова? Богач, презревший лазаря, не мучится? Юродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся накормить Христа не пойдут в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его? Одетый в грязные одежды не будет связан по рукам и ногам и не будет осужден на гибель. Требовавший сто динариев не будет предан истязателям? И неправда то, что сказано при любодеях, что червях не умирает и огонь не угасает. Не жели все это одни только угрозы? Да, говоришь ты. Но на каком основании, скажи мне, ты осмеливаешься утверждать это и произносить от себя такой приговор? Я могу доказать тебе противное на основании слов и дел Христовых. Если ты не веришь относительно будущего наказания, то, по крайней мере, поверь тому, что уже совершилось, так как то, что уже было, что исполнилось, на самом деле не пустые угрозы и слова. Кто при Ное навел потоп на всю Вселенную, произвел столь ужасное истребление водою и гибель всего нашего рода? Кто потом не звел молнию и огонь на землю Содомскую? Кто погрузил в море целый Египет? Кто истребил 600 тысяч человек в пустыне? Кто попалил огнем, сонм о Веронах? Кто повелел земле разверть уставство и поглотить корея до фана и бывших с ним? Кто при Давиде в одно мгновение поразил 70 тысяч? Упоминать ли еще о наказаниях в отдельности? О Каине, преданном, но непрестанное мучение? О сыне Хармине, который был побит камнями со всем его родом? О собиравшем дрова в субботу и подвергшемся такому же наказанию? О 42 отроках, которые при Елисеи были съедены зверями и которым не послужил извинением юный их возраст. 799. А если ты хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, то представь себе, какие наказания претерпели иудеи, как жены их ели собственных своих детей, одни жарили их, а другие приготовляли иначе, как они при нестерпимом голоде среди различных и тяжких войн подвергались таким чрезвычайным бедствиям, с какими не могут сравниться никакие ужасные заключения прежних времен. А что все это навел на них Христос, послушай, как сам он предсказывает это и в притчах, и в ясных, и в разумительных словах. В притчах, когда говорит «Врагов же моих тех, кто не захотел меня, чтобы я был над ними царем, приведите сюда и разрубите передо мною». А также в притче о виноградике, о браке, о в ясных, открытых словах, когда угрожает, что падут от острия меча и будут озведены в плен во все народы, и будут на земле скорбь и печаль, несчастье, и море вошумит, и будет скорбь великий, какой не было от начала мира, до ныне и не будет. Известно также всем, какому наказанию подверглись Ананьи и Савчира за утаение нескольких монет. Не замечаешь ли и ныне ежедневных несчастных случаев? Разве это не бывает? Неужели ты не видишь, что и ныне погибают от голода, страдают проказы и другими телесными болезнями, живут в постоянной нищете и терпят тысячи невыносимых бедствий? Итак, какое может быть основание одних наказывать, а других нет? Если Бог вполне справедлив, что и несомненно, то, конечно, и ты подвергнешься наказанию за грехи свои. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, потому что Он человеколюбив, то следовало бы и тех не наказывать. Но, как сказали мы выше, Бог и здесь многих наказывает, чтобы вы, как скоро, не верите словам угроз, поверили действительным наказанием. И так как старое не так нас устрашает, то Он вразумляет беспечных современными событиями, которые совершаются при каждом поколении. Почему же, спрочешь, Бог не наказывает всех здесь, чтобы иным дать предопределенное от Него время для покаяния? А для чего Он не наказывает всех там, чтобы не оказалось много неверующих в Божий промысел? Теперь я спрошу тебя, сколько разбойников было поймано и сколько было таких, которые умерли без наказания? Где же Божий человеколюд и правосудие? Если бы никто совершенно не наказывался, то ты мог бы прибегнуть к этому возражению, но когда одни наказаны, а другие нет, и при том без наказания остались те, которые больше и согрешили, то какой может быть смысл в том, что за одни и те же преступления бывают неодинаковые наказания? И не может ли показаться, что наказанные обижены? Итак, почему же не все наказываются здесь? Послушай, что отвечает тебе на это сам Христос? Когда упала башня, и несколько человек погибли, то тем, которые приходили от этого в недоумение, Христос сказал, не думаете ли, что си были грешнее всех, что погибли? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Этим он учит нас не надеяться, что, как скоро другие подверглись наказанию, мы, хотя и согрешим, много, останемся без наказания. Если не покаемся, то непременно будем наказаны. За что же спостишь нам терпеть вечное наказание, когда мы грешили здесь недолгое время? А как же здесь человек, в одно мгновение, совершивший одно только убийство, осуждается на всю жизнь работать в рудниках? Но Бог, скажешь, так не поступает. Как же он, расслабленным попустил 38 лет терпеть столь тяжкое наказание? Что он действительно наказал его за грехи? Послушай, что говорит Христос, вот ты здоров, и так, не греши, чтобы не случилось с тобой еще чего хуже. Однако же, расслабленный, говоришь, ты получил освобождение от наказания, но там этого не будет. Что там действительно не будет освобождения от наказания? Послушай, как об этом говорит сам Христос. Черь их не умирает, и огонь их не угасает. И еще, пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, если будет жизнь вечная, то и наказание вечное. Или ты не знаешь, сколько было угроз иудеям, исполнились ли эти угрозы, или остались только на словах, сказано, не останется камня на камне. И действительно, остался ли камень на камне? Христос сказал, и будет великая скорбь, какой не было, и неужели не сбылось и это? Прочитая историю Иосифа, и ты не в состоянии будешь даже прийти в себя, услышав о бедствиях, какие претерпели иудеи в действительности. Я говорю это не с тем, чтобы огорчить вас, но чтобы привезти вас в безопасность, чтобы, утешая вас напрасными надеждами, не подвергнуть более тяжким наказаниям. И скажи, почему же ты не заслуживаешь наказания за грехи твои? Не сказал ли Бог тебе заранее все? Не запретил ли Он тебе? Не устрашил ли? Не употребил ли тысячи средств для твоего спасения? Не даровал ли тебе баню паки бытия и не простил ли все прежние грехи твои? И после этой бани, после отпущения грехов, не оказал ли Он тебе, когда ты опять стал грешить другую помощь в покаянии? Не сделал ли Он тебе легким путь отпущения грехов и после этого? 801. Итак, выслушай, что заповедовал Бог? Если будешь прощать грехи ближнему, то и я, говорит, он, прощу тебе. Какое же в этом будет неудобство? Судите сироту, говорит, оправдайте вдовицу, придите и рассудим, говорит Господь. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, какая же в этом трудность? Скажи мне беззакония твои, чтобы оправдаться. Какая в этом тягость? Грехи твои милостынями искупи. Какой в этом труд? Мытарь сказал, Боже, будь милостив ко мне грешному, и пошел оправдан. Трудно ли подражать мытарю? Но несмотря на все это, ты не хочешь убедиться, что есть наказание и мучение. Но может быть ты скажешь, что дьявол не подвергнется наказанию? Сказано, идите в огонь уготованный дьяволу и ангелам его. А ведь если бы не было гиены, то и дьявол не наказывался бы. Если же он наказывается, то ясно, что и мы, совершая дела его, будем наказаны, так как и мы прислушали заповедь Божию, хотя не ту же, как и он. Как же ты не боишься дерзко говорить о Боге? Ведь когда ты говоришь, что Бог человека любив и не наказывает, то по-твоему выходит, что он уже и не человека любив, если накажет. Замечаешь ли, на какие мысли наводит вас дьявол? Что же, неужели монахи, поселившиеся в горах и показавшие множество подвигов останутся неувенчанными? Ведь если злые не наказываются и нет никакого воззаяния, то иной может сказать, что и добрые не награждаются. Я с этим не согласен, скажешь ты, так как с благостью Божией более сообразно существование только одного царства, а не гиенны. Значит, блудник, прелюбодей, совершивший тысячи преступлений, будет наслаждаться теми же благами, какие Павел станет наряду с Нероном или даже дьявол наряду с Павлом. Если нет гиенны, а воскресение будет общее, то и злые удостоятся тех же благ, каких и праведники. Какой же безумец сможет утверждать это? Или лучше сказать, кто из демонов осмелится говорить это? Ведь бесы признают гиенну, потому и возопили, говоря, пришел прежде времени мучить нас, Матфея 8.29 Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать то, что признают даже бесы? Как ты не замечаешь, какой учитель внушает тебе это злое наставление? Кто обольстил человека вначале и предложением больших надежд и исторг у него благо, бывшее уже в руках, тот и ныне наущает тебя так говорить и думать? Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы ввергнуть в нее. Напротив, Бог для того угрожает гиенную и уготовил ее, чтобы дьявол теперь, когда есть гиенна, уверяет тебя, что ее нет, то если бы действительно ее не было, какая была бы нужда свидетельствовать о ней бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы не подозревали существование гиенны, чтобы не страшась ее, стали беспечнее и впали с ними в гиеннский огонь? Почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиене, потому что не переносят принуждающие их к тому необходимости? Итак, размышляя о всем этом, пусть перестанут говорящие это обманывать себя и других, так как за эти слова они понесут наказание, потому что смеются над страшными вещами, приводят к беспечности многих, желающих истинно заботиться о своем спасении, и даже немало не подражает язычникам нивитянам, те, будучи во всем несведущими, когда услышали, что город их будет истреблен, не только не обнаружили неверие, но и восстинали, облеклись во вредище, смирились, и не прежде перестали все это делать, пока они утолили гнева божьи. А ты, зная столько случаев суда божия, словами своими уничтожаешь то, что сказал Бог, потому участь твоя будет противоположна участь нивитян. Те, устрашившись слов, не подверглись наказанию на самом деле, а ты, презирая угрозы на словах, понесешь наказание на самом деле. Теперь слова эти кажутся тебе баснею, но не покажутся такими и тогда, когда убедишься в них на деле. Неужели ты не видишь, что сделал Христос и здесь на земле? Не одинакового жребия он удостоил двух разбойников, но одного ввел в царство, а другого послал в Гиенну. Но что мне говорить о разбойнике и человекоубийце? Христос не пощадил и апостола, когда он сделался предателем, но предвидя, что он стремится в петлю, удавился и расселся. Ведь сказано, что внутренности его выпали, предвидя, говорю, все это, однако попустил ему претерпеть это, чтобы посредством настоящего удостоверить себя во всем будущем. Итак, не обманывайте сами себя, доверяя дьяволу, ведь это его внушение. Если судьи, господа, учители и даже люди необразованные награждают добрых и наказывают злых, то возможно лишь, чтобы Бог поступил иначе и доброго сравнял с порочным. Когда же совершится освобождение от пороков, если и ныне люди порочные, ожидая наказания, находясь среди столь великого страха, страха судей и законов, не отстают от худых дел, то когда они перестанут совершать злые дела, если по переселению в вечность избавятся от всякого страха, они только не впадут в гиенну, но еще и получат царство, это ли будет человеколюбие, скажи мне, чтобы усиливать порог, награждать зло, удостаивать одной чести целомудренного и распутного, верного и нечестивого, Павла и дьявола. Но долго ли нам вести такие пустые речи? Умоляю же вас, освободитесь от этого безумия, будьте благоразумными, внушите душе страх и трепет, чтобы она освободилась от будущей гиены, и, проживши настоящую жизнь, целомудрие и сподобиться будущих благ благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу Слава Держава Честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь.